Изднем субботним! Первые несколько минут субботнего богослужения будут сосредоточены на текущих событиях. Как мы только что пели и слышали пение, мне не нужно чего? Другого свидетельства. Мне не нужно другого доказательства. Мне не нужно чего? Другого довода. Мне не нужно другого довода. И нам нужно быть уверенными, что это последнее время земной истории. Слышим ли мы здесь звук, сигнал тревоги? Хорошо. Сигнал тревоги. Аминь. Аминь. Наступило время нам быть приготовленными в эти последние дни земной истории. Спасенные, чтобы служить по миру, и те, кто здесь, проведем время в молитве. Давайте преклоним колени. Отец Небесный, Так как мы склонились в Твоем присутствии, мы молим, чтобы святые ангелы парили над этим местом. Мы молим, чтобы Дух Святой контролировал мысли каждого, тех, кто здесь, и спасенных, чтобы служить по миру в онлайн, и новых зрителей, и посетителей. Пусть сегодня мы увидим свою нужду в преобразовании и придем к единой Личности, которая может нас преобразовать. Иисус, наш Реформатор, благослови нас, когда мы будем изучать Твое Слово. Пусть знание Иисуса Христа умножится. Мы молим о библейском покаянии, истинном освящении. Мы молим о возрождении и реформации. Корми нас хлебом из Небесной Пекарни. Наша молитва во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Знаете, друзья, есть цитата в свидетельствах для церкви томе четвертом. Вам нужно знать ее. Страница 499, где сказано «Библия истолковывает сама себя». Один отрывок объясняет другой. Сравнивая тексты Писания, сравнивая тексты Писания, относящиеся к одним и тем же темам, мы увидим красоту и гармонию, о которой никогда не мечтали. И слово, которое мы будем смотреть по Писанию, это слово «преобразовать». Запишите это слово. Какое слово, друзья? Какое это слово? Это слово «преобразовать». Библейское преобразование, библейская реформация. Давайте обратимся к нашему вступительному тексту в Иеремия, глава 1. Куда мы идем, друзья мои? Иеремия, глава 1. Большинство из нас хорошо знают историю Иеремии, его занятия. Бог призвал Иеремию на служение. Какая была одна из основных причин призвания Иеремии на служение? Почему Бог образовал Иеремию? Вспоминайте. Библия говорит, что он был образован в очреве. Он был освящен, призван проповедовать нациям. Иеремия, глава 1. Посмотрите со мной на стих 4. Нашли друзья? Библия говорит, «Тогда было ко мне слово Господне, говоря...» Посмотрите на стих 5. «Прежде, нежели...» Какое третье слово в стихе 5? Иеремии, глава 1. Какое ваше ключевое слово сегодня? Ваше слово изучение. «Образовал...» «Прежде, нежели я образовал тебя в очреве, я знал тебя. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя. И поставил тебя кем? Пророком...» Для кого? Для нации. Каким нациям Бог призвал Иеремию проповедовать? Каким нациям? Друзья мои, Вавилону. Но прежде всего, какой нацией? Иуде. Иуде. Последний пророк перед вавилонским... Вавилонским разрушением. Идем к стиху 8. «Когда Бог образовал Иеремию стать пророком для Вавилона, пророком для Иуды, чтобы проповедовать нациям». В стиху 8 Иеремия, глава 1. Библия говорит, что Бог сказал Иеремии, «Не бойся лиц их. Они будут сражаться против тебя, Иеремия. Мужи из Вавилона будут сражаться против твоего слова. И те, кто в Иуде, будут сражаться против твоего слова. Но Иеремия что?» Друзья мои, стиху 8. «Не бойся чего?» «Лиц их». Помните себе. Стих 10. «Кого Бог сказал Иеремии не бояться?» «Не бойся лиц их». В контексте это не относится к людям из Вавилона. Это были те, кто в церкви. Идем к стиху 17. Стих 17 Иеремия, «Ты поэтому припояшь твои что?» Чесла. Это напоминает молитвенное собрание ночного обдения, верно? В прошлое воскресенье, где мы говорили о всеоружии Божьем, в день поста и молитвы. Итак, читаем. «Поэтому припояшь твои чесла, и встань, и скажи им, что я велю тебе». Давайте прочитаем. «И не малодушиствуй перед лицами их, чтобы я, Иеремия, не осудил тебя». О ком Бог говорил. Идем к стиху 18. Посмотрите на стих 18. «О царях Иуды, о князьях его. Не бойся лиц их, священников в Иуде. Не бойся лиц их, народа земли этой. Не бойся лиц их. Стих 19. «Они будут сражаться против тебя, Иеремия, но они что? Не превозмогут». Он был образован, чтобы быть служителем, миссионером. Однако, Библия говорит, он встретится с великим кризисом. Не от людей из Вавилона первоначально, но от людей внутри церкви. Что сделал с Иерусалимом Новоходоносор? Что произошло с городом и храмом? Был ли храм и город разрушены? Почему? Библия говорит, что это было из-за того, что они насмехались над пророком. Отвергли Божье Слово. Они плохо обращались с Божьими миссионерами. Последнего времени. И в результате Библия говорит нам, что Иерусалим был разрушен Новоходоносором, царем Вавилонским. Идем во 2-е про Липоменон, главу 36-ю. И запишите эти тексты. 2-е про Липоменон, глава 36-я. Запишите стих 14-й по 17-й. Записали, друзья? Стихи из 14-го по 17-й. Это происходило в одни Иеремии. Посмотрите на стих 15-й. Извините, стих 16-й. Что говорит последняя фраза стиха 16-го? Чего не было найдено среди народа Божьего? Пока не стало там чего? Средства, извлечения. Испытательный срок завершился, братья и сестры. Почему? Стих 16-й. Они отвергли пророков. Так они делали тогда, так они будут делать и в последние дни. Что сделали с Иерусалимом в 70-м году римляне? Что произошло? Разрушили. Почему? Основная причина – они отвергли Божьего пророка. Запишите тексты, чтобы подтвердить. Матвея, глава 23-я, стих 37-й и стих 38-й. «О Иерусалим, Иерусалим, который убиваешь пророков». Друзья, эта цитата в «Избранных вестях» в томе 1-м на странице 48 говорит, слушайте внимательно, «Самым последним обольщением сатаны будет попытка свести на нет влияние свидетельства Духа Божьего». Без откровения свыше народ что? Погибает. Хорошо, друзья, видим ли мы сегодня мужей, руководителей среди адвентизма седьмого дня, отвергающих пророков, презирающих библейские принципы и дух пророчества? Ответ – да. И что будет возвещено? Нет исцеления. Ихавод. Слава отошла. Что Бог будет делать? Завершать испытательный срок для называющих себя его народом. Большинство из вас, снова повторю, что первая часть примерно 30 минут будет посвящена текущим событиям. Многие из вас были с нами в эфире на программе «Сила в полдень». Кажется, это был четверг, и мы показывали Южный Адвентистский университет, который находится дальше, вниз по улице. Обратите внимание, это выступает президент, и что он говорит, друзья? Этот человек действительно проталкивает вакцинацию против Мора-19 каждому человеку в школе, работникам и студентам. Он также напоминает, что люди участвуют в лотерее для того, чтобы получить стипендию в 500 долларов. Я хочу кое-чем поделиться с вами. Не забудьте, всякий раз, когда я что-то повторяю, это непростое повторение, это значит повторить, дополнить и углубиться. Братья и сестры, отступничество, отступничество, отступничество распространено среди нас. Испытательный срок вот-вот закончится. И Богу нужны люди, как Еремея, которых он образовал, осветил, помазал призывать руководителей и народ к покаянию, пока не стало слишком поздно. И не бойтесь лиц их. Дай мне тон проповедника. Слушайте, клип номер один. Добрый день, меня зовут Кен Шоя, президент Южного Адвентистского университета. Я с нетерпением жду встречи с каждым из вас в этом осеннем семестре. Мы готовимся к более обычной осени, чтобы сделать это. Мы рекомендуем, чтобы штат всего нашего факультета и студенты были провакцинированы до того, как мы приступим к началу занятий осенью. Хорошо, обратите внимание на клип номер два. Слушайте. Фактически наша цель достигнуть 70%, и мы собираемся проследить это онлайн. Поэтому мы побуждаем вас проверять ваши имейлы, и когда вы получите такую почту, мы хотим, чтобы вы загрузили ваши карточки вакцинации, и таким образом мы сможем проконтролировать эти 70%. И когда мы получим эту цифру, мы будем в более пригодном состоянии для осеннего семестра. Смотрите клип третий. Розыгры, слушайте, лотарея. То, что вы можете сделать, так это загрузить вашу карточку вакцинации, и будете участвовать в еженедельном розыгрыше на получение стипендий в 500 долларов. Я вас прошу это сделать как можно быстрее, потому что у вас будет больше шансов получить ее, если вы сделаете это раньше. Не отвержение лета трудов пророка, Библии и Духа пророчества. Я дам вам сначала цитату из Духа пророчества. Смотрите, друзья мои. Великая борьба, 387 страница. Глава называется «Отвергнутое предостережение». Здесь сказано, голубым шрифтом, «Некоторые законы требуют закрыть школы, где что обучают азартным играм». Это зло распространилось повсюду. Даже церковь непроизвольна, конечно, иногда выполняет чью работу, друзья? Работу дьявола. Каким образом? Благотворительные концерты, благотворительные мероприятия и розыгрыши, друзья мои, лотереи, призы, красным шрифтом внизу. Уважаемые люди, вовлеченные в эту благотворительную торговлю, успокаивают свою совесть тем, что полученные средства пойдут на благие цели. Голубым шрифтом. Но ничто не может так пагубно отразиться на юношестве, как добывание денег, без чего? Без труда. Подождите, братья и сестры. И что нам сказано в «Великой борьбе» на странице 140? Эти университеты – ничто иное, как врата ада. Почему мы так говорим? Мы только что читали, что они будут делать, красные слова вверху, работу дьявола. Благотворительные концерты, розыгрыши, лотереи, благотворительная торговля – это работа дьявола. Они становятся вратами ада. Слушайте внимательно, друзья мои. Следующий абзац говорит. Отступничество. Отступничество. Отступничество начертано на дверях чего? Каждой церкви. Братья и сестры. Идем к Иоанна главе 2 со мной. Помните ли вы слова Христа в Иоанна главе 2, где Он говорит, «Рвение по доме моем снедает меня». Почему я говорю об этом? Почему Христу пришлось очистить храм первый раз в начале его служения? Что они принесли в храм Божий? Подобное тому, что мы видим здесь, купля-продажа. И что Иисус сказал? Уберите это отсюда, братья и сестры. Что мы открываем? Идем в Иоанна главу 2 со мной. Я хочу кое-чем поделиться с вами. Иоанна глава 2. Посмотрите со мной на стих 15. Нашли, друзья мои? Вы знаете историю. Идем к стиху 16. И сказал тем, что продавали голубей, братья и сестры. Идем к стиху 15. И когда Он сделал бич из небольших веревок, Он выгнал из храма их всех. И овец, и всю эту глупость опрокинул столы. Стих 16. Уберите это отсюда. Не делайте дома отца моего, домом чего? Торговли. Что происходит в Южном Адвинтийском университете? Университете Эндрюса, Оквуда, Пи-Ю-Си, Лома-Линда, Северно-Карибском университете. Что происходит? Стих 17. Что Христос говорил? Я хочу задать вам вопрос. Боялся ли Христос их лиц? Боялся ли Христос их лиц? Призывал ли Он их к реформации? Стих 17. И ученики Его вспомнили, что написано. Что было написано, друзья? Давайте прочитаем. Рвение по доме твоем, что? Снедает меня. Такие же чувства в моем сердце. Рвение по адвентизму седьмого дня. Огромное ступничество среди нас, как народа. Все это снедает меня. Очистил ли Христос храм один раз или дважды? Идем Матфея, глава 21. Что мы открываем, друзья? Матфея, глава 21. Что Христос старался сделать? Преобразовать церковь. Но что произошло? Они были смятены. Какое предостережение к называющим себя адвентистами седьмого дня, если мы не придем к великому реформатору, чтобы он преобразовал нас? Мы будем смятены. Библия говорит в Матфея, главе 21. Посмотрите на стих 12. «И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех тех, кто продавал и покупал в храме, и опрокинул столы меня и сиденья тех, кто продавал голубей. И сказал им, написано, «Моя школа, моя церковь, мой дом домом молитвы назовется. Но вы сделали его каким? Логовом воров». На экране справа утверждение, друзья. Сказано розыгрыши в Доме Божьем, лотереи в Доме Божьем, благотворительные концерты, благотворительные мероприятия, благотворительная торговля, отступничество, 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 рвение по адвентизму седьмого дня, рвение по Доме Божьим снедает меня. Что нам сказано в томе пятом на странице четырнадцатой? Что нужно сделать с такими преподавателями и профессорами, администраторами, пасторами, которые недостойны доверия? Те, для кого еще мир и развлечения особенно привлекательны. Что должно быть сделано с ними? Их следует уволить. Том 5, страница 14. Их следует что? Освободить от занимаемой должности. Том 5, страница 25. И школа должна быть продана мирским людям. Пусть они полностью ими распоряжаются. Что Бог говорит? И снова позвольте мне прояснить, даже если слушайте меня внимательно, пометьте себе мои слова, чтобы потом вам не цитировать меня неправильно. Даже если бы панацея от Мура-19 того стоила, была полезной, по-прежнему неправильно предлагать розыгрыши и лотереи в церкви, в школе. И мы знаем, что Мур-19, панацея от Мура-19 не от Бога, а от дьявола. И это также отнимает у нас нашу свободу совести. Что вдвойне неверно. Вдвойне неверно. О чем вы думаете? Вдвойне неправильно. И, друзья, это не просто розыгрыш, это не просто простая лотерея, это также и взяточниство. И что? Запишите слово «взятка». Посмотрите на это. Я зашел в словарь Вебстера от 1828 года. Видите, к какому году я обратился? К словарю Вебстера от 1828 года. Посмотрите на слово «взятка», «подкуп». Посмотрите на определение. Взятка, подкуп. Что, друзья? Цена, награда или оказанная услуга. Красным шрифтом. Взятка – это вознаграждение, данное или обещанное лицу. Для чего, друзья? Чтобы побудить его принять решение по делу, дать показания или совершить какое-либо действие, противоречащее тому, что он считает правдой, справедливостью или порядочностью. Вот что такое «взятка». Что здесь мы видим происходит, друзья, в Южном Адвентистском университете? Это «взятка». Посмотрите, что говорит Библия. Вы помните, что раньше я вам привозил цитату из Духопророчества, цитату из Великой Борьбы с лотереями и розыгрышами, призов и так далее, и тому подобное. Библия говорит, Иова, глава 15, стих с 33 по 35. 34 говорит, ибо собрание лицемеров будет каким? Запустелым, и огонь пожрет что? Что такое скиния? Церковь, скиния взяточничества. Сильно сказано, что Христос говорил Иерусалиму в Матвея 23, стихе 38. Вы закончите. Я начну, а вы закончите. Вот, ваш дом оставляется вам... Громче. Ваш дом оставляется вам каким? Запустелым. Вернемся к цитате, красным шрифтом. Ибо собрание лицемеров будет каким? Минутку. Как Христос назвал фарисеев и садукеев? Лицемерами. Что они делали, чтобы Иерусалим стал запрошенным? Следующая фраза. И огонь пожрет скиния взяточничества. Что произошло, когда Тит подошел к Иерусалиму в 70-м году? Сожгли ли они храм дотла? Интересно, почему? Какое последнее слово в стихе 34 на экране? Взяточничество. Взяточничество. Не предостережение лета. Что приближается к нашим учреждениям? Следующая цитата. Посмотрите на Псалом 25. Библия говорит в Псалме 25 и в стихах с 9 по 11. И снова я говорю. Рвение по доме твоем. Рвение по доме моем. Рвение по адвентистам седьмого дня снедает меня. Поглощает меня. Я должен говорить об этом. Стих 9. Не погуби, Господь, не погуби души моей с грешниками. Я не хочу сидеть в этих церквях. Я не хочу посещать эти школы. Не погуби души моей с грешниками. Не жизни моей с кровавыми людьми. Чьих руках что, друзья? Зло. И правая рука их полна чего? Взяток. Посмотрите на цитату. Видите ли вы траекторию движения к переду воскресного закона? Когда воскресный закон будет установлен? Будут ли они нас подкупать, чтобы мы соблюдали воскресенье? Воскресенье – это хорошо. Является ли воскресное поклонение библейским? Позвольте мне внести ясность и исправить. Аминь, друзья мои. Будет ли воскресный закон отнимать у нас свободу совести? Да. Будет ли панацея против Мора 19 также лишать нас свободы совести? Разве они не будут подкупать нас? Подкупают ли они нас? Посмотрите на это. Великая борьба, 592 страница. Первое предложение. Руководители церкви и государства объединятся, чтобы что? Подкупом, убеждениями и силой заставить все сословия что? Почитать воскресный день законом. Я дам вам еще одну цитату. Кто такие руководители церкви? Кто такие руководители церкви? Прихожане или лидеры? Лидеры. Посмотрите на следующую цитату. Великая борьба, 607 страница. Когда движение за обязательное празднование воскресного дня укрепится, тогда сила закона будет применена против соблюдающих заповеди. Им будут угрожать денежным штрафом и тюремным заключением. Давайте прочитаем слова красным шрифтом. Одних будут подкупать высокими должностями, других чем? Всевозможными наградами. Господь помилуй наши души. Других всевозможными наградами и преимуществами. Это как что? Взятка. Чтобы только заставить отречься их от своей веры. Отречься от нашей веры. Вам это понятно, братья и сестры? Я хочу поделиться с вами кое-чем. Идем со мной в Иеремии, главу 1. Образовал ли Бог Иеремию, чтобы проповедовать Иуде? И также, когда Бог образовал Иеремию, Он должен был предупредить Иуду, что Вавилон, царь Севера, приближается. Великий кризис был в пути. Дайте мне пять минут, и я соединю эту часть с текущим событием. Время близко. Рвение по доме Божьем снедает меня. Я не могу молчать. Разве это не Иеремия сказал? Слово было подобно огню, заключенному в костях его. Он пытался оставаться спокойным, но не мог. Бог показал Иеремию в главе 1. Посмотрите на стихи с 13 по 15. Друзья, запишите эти тексты. Бог спрашивает Иеремию. Иеремия, что видишь ты? Иеремия отвечает. Господь, я вижу кипящий котел. Я вижу бурлящий котел. Я вижу котел с водой, которая пузырится. И что Бог сказал ему тогда? Что это представляет Вавилон, приближающийся с севера? С какой стороны, друзья? С севера. Идем к стиху 15. Стих 15. Следите. Я позову сколько? Я позову что? Я позову все семейства царств северных. Против кого они придут? Друзья, подчеркните слово «семей». Семей царств северных. И стих 14 говорит. Зло придет с севера. Царство, царь северный. Но он приходит не один. Он приходит группой. Он приходит с членами семьи. Кто был тот царь северный? Какое царство было на севере? Приближался с севера. Кто это, друзья мои? Это был Вавилон. Идем к Еремии. И снова я готовлю почву для текущих событий. Еремия, глава 25. Что мы открываем, друзья мои? Посмотрите на стих 9. Еремия, глава 25. Библия говорит стихе 9. Вот. Я пошлю и возьму все, что, друзья, семейства. Подчеркните слово семейства. Семейства северные, говорит Господь. И на выхода носора, царя Вавилонского. Слышали ли вы когда-либо это текущее событие? Текущее событие. Слышали ли вы когда-либо о движении Иоанна 17? Движение Иоанна 17 – это объединение. Кстати, о чем Христос молился в Иоанна 17 главе? Скажите мне, чтобы я убедился, что мы вместе. Каким был один из принципов Иоанна 17 главы? Сделай их едиными. Семья должна быть единой. В духе единой в истине. И сейчас мы видим движение под названием Движение Иоанна 17. Кто является частью его? Католики, так называемые протестанты, евангелики, православные. Это движение Иоанна 17. Или семейство севера. Посмотрите на экран. Вот движение Иоанна 17. Католики, протестанты, православные, евангелики. И кто? Пятидесятники. Отец, сделай нас едиными. Ябляется ли это пророчески? Да. Заложите Иеремии главу 25 и откроем со мной откровение главу 17. Друзья мои, слушайте внимательно. Откровение глава 17, и Библия говорит нам в стихе 13. Нашли, друзья мои? Я прочитаю, пока вы ищете. Они имеют один ум. Разве это не объединение? У кого один ум? Они имеют один ум, стих 12 говорит. Руководители церкви и государства. Они имеют один ум. Когда они придут в единство, что они будут делать? Стих 14. Что они будут делать? Они будут вести войну против Агнца и народа Агнца. Вот это движение. Берегитесь движения Иоанна 17. И что говорит откровение 12 глава стих 17 войне? И пришел дракон что? В ярость на женщину. И пошел вести что? Войну с остатком семени ее, которые что? Соблюдают заповеди Божьи и имеют свидетельство Иисуса Христа. Движение Иоанна 17. И где же современные Иеремии? И снова повторю. Когда Бог образовал Иеремию, это было частью его вести. Кризис приближается. Именно с севера. Слышали ли вы о Мини-Иуде? Позвольте мне вам сказать вот что, друзья. Осознаете ли вы, что Иисус не мог бы быть распят, если бы не было предателя? Когда мы видим теперь движение, которое организовывает предатели в Америке, что это за время? Находимся ли мы в начале этой земной истории или в конце? Мы видим движение современных мини-Иуд. Посмотрите на экран, братья и сестры. Это 15 июня 2021. Заголовок говорит, администрация Байдена просит американцев, что сделать, друзья? Сообщать о потенциально радикальных друзьях и семьях. Вы можете просто подумать, что это еще одна платформа, с которой звучит пропаганда. Нет, это не пропаганда. Это реальная статья от 15 июня 2021 года. Комната для брифинга в Белом доме, друзья. Сообщать о радикальных друзьях и семьях. Разработан ли уже сценарий? Послушайте это, друзья мои. Здесь сказано, администрация Байдена объявила о своих планах создать американцев возможности сообщать правительству о радикальных друзьях и семьях, чтобы бороться с чем, братья и сестры? Бороться с терроризмом внутри страны. Что вам приходит на ум? Когда вы слышите слово террорист, терроризм? Нападение? Страх? Говорят ли они, что террористы также губят жизни, губят средства к существованию? Интересно, кого назовут радикальными? Могли бы это быть те, кто отказывается от препарата против Мора-19? Могли бы они их назвать радикальными? Могут ли тех, кто отказывается от воскресного поклонения теперь и когда будет закон быть радикальными? есть ли у вас члены семьи? Позвольте мне уточнить, есть ли у вас друзья, которые в согласии с Вавилонским эликсиром против Мора-19? И теперь они смотрят на вас, как будто вы радикалы, вы придерживаетесь крайних взглядов, вы фанатики. Будут ли они, если не обратятся, будут ли они предавать вас? Предавать вас? Я задам им вопрос, что было дано Иуде, чтобы предать Христа? Подкупили ли Иуду? Получил ли он стимул? Сколько он получил? 30 серебряников. Какая связь со всем этим, с текущими событиями? Время позднее, голубым шифтом. Администрация Байдена сказала, это также будет действовать и в больших технокомпаниях. Шпионить. Шпионить, следить за кем-нибудь и подавать расширенную информацию, чтобы помочь в борьбе с радикализмом. Подождите. Как это впервые совершилось в Китае, некоторые из вас ухмылялись и подсмеивались, что такое никогда не произойдет в Америке. Посмотрите на экран. Китайский город платит жителям полторы тысячи долларов, чтобы быть мини-иудой и превратиться в христиан. И это сейчас пришло в Америку, братья и сестры. Время позднее. И сейчас мы видим, что даже руководители, называющие себя адвентистами седьмого дня, которые следуют Вавилонскому протоколу, как они смотрят на других адвентистов седьмого дня, которые остались верными Божьим принципам медико-миссионерской работы и не склоняют колени перед Вавилонской панацеей от Мора-19. Они смотрят на нас так, как будто мы являемся проблемой. Они держатся от нас в стороне. Они изгоняют нас. Разве мы не видим, что уже разработан сценарий? Что нужно мне? Что нужно нам? Изучение Библии. Возьмите ваши Библии, приготовьте ваши ручки, блокноты. Пришло время для изучения Библии, друзья. Если то, что мы только что освещали, не пробуждает нас увидеть свою нужду, ничто другое не пробудет. Просто текущие события не спасут никого из нас. Знаете ли вы, что нам нужно? Какое слово наше ключевое сегодня? Что это за слово? Образовать. И от слова «образовать» образуйте другое слово, прибавив приставку «пре». Что у нас получится преобразовать? Позвольте мне вам вот что сказать. Где Бог образовал Иеремию? Где? В утробе матери. Я задам вам вопрос. Значит ли это, что мы все образованы? Каждый родившийся человек был образован, но не каждый человек будет что? Закончите предложение. Разве это не гвоздь, вбитый в нужное место? Исайя 22 глава, стих 23. Гвоздь, вбитый в нужное место. Запишите следующую мысль. Является ли образование и преобразование делом Божьим? Когда образуется плод, то это чудесная Божья работа. Работа преобразования, является ли это тоже сверхъестественным делом? Какие мысли были у Христа в начале Его земного служения? Он говорит. Пришло время завершить что? Завершить дело. Что это было за дело? Не образовать, а преобразовать нас. Идем к Иоанну главе 4. Библия говорит в Иоанну главе 4. Пометьте себе тексты. Иоанна глава 4. И посмотрите на стих 34. Иисус говорит им, Моя пища есть исполнять волю того, кто послал Меня и завершить его дело. Хорошо, друзья мои, запишите Иоанна глава 4. Это начало земного служения Христа. Пришло время завершить дело. Идем в Иоанна главу 17. Что мы открываем сейчас? Иоанна глава 17. Давайте посмотрим, что Христос сказал при завершении Его земного служения. Иоанна глава 17. Библия говорит в стихе 4. Библия говорит. Я прославил Тебя на земле. Я что? Завершил дело, которое Ты дал Мне сделать. Заверши дело. И Библия говорит. Повторите со мной. Пусть такие мысли будут у вас, которые были у кого? У Иисуса Христа. Какие мысли были у Христа в начале и в завершении Его земного служения? Скажите мне. Завершить дело преобразовать свой народ. Скажите мне. Какое слово Христос произнес на Голговском кресте? Иоанна 19, стих 30. Завершилось. Завершилось. Минутку. Разве план искупления полностью завершился на кресте? Хорошо. Так как Вы сказали нет, скажите почему? Ответ нет. Почему? Размышляйте. Откуда мы знаем, что работа продолжается? Вы делаете это. Что это значит? Работа должна быть завершена где? В нас. Хорошо. Проходит ли другая работа? Где? Во Святое Святых Небесного Святилища. Давайте я дам Вам Библию для Ваших ног. Запишите. Работа на кресте была завершенным делом. Но только это было завершение одного из двух шагов. Сколько шагов? Одного из двух. Затем Христос вошел в небесный храм. И когда работа завершится в нас, тогда Христос скажет «Завершилось». Откровение, глава 16. Обратимся к Библии. Что мы открываем, друзья мои? Откровение, глава 16. Я хочу, чтобы Вы знали стихи, потому что Вам придется этому обучать. Стих 7. Посмотрите в середину стиха. «И вышел голос Великий из храма». Есть ли храм на небе? Есть ли святилище на небе? Хорошо. Есть работа священника в святилище. И что однажды Христос скажет? «Завершилось, друзья мои». Обратите внимание, Христос сказал «Завершилось» на Голгофском кресте. Это один из двух шагов. Мы теперь должны сказать «Греху завершилось». Мы должны сказать сатанинским искушением «Я покончу с грехом». И когда мы скажем «Я покончил» и не будем выбирать грех, тогда Иисус скажет «Завершилось». Тогда Иисус сможет завершить работу в небесном святилище и встать и сказать «Завершилось». И второй из двух шагов будет тогда завершён. И работа будет окончена. Левит, глава 16, подтверждает это. Что мы открываем, друзья? Левит, глава 16. Библия говорит, чтобы работа в святилище, план спасения был полностью завершён, необходимо было служение священника и работа народа. Какой была работа народа? Посмотрите на стих 20. Стих 20. Я прочитаю только первую фразу. Стиха 20. И когда он что? Участвуйте. Это библейское изучение. Окончить примирение. Вот как работа завершалась. Какой была работа народа? Стих 21. Это работа народа. Здесь сказано. «И возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла и исповедует над ним сколько?» Ещё раз. «Сколько?» Все что? Беззаконие. Все что? Преступление. Все что? Все грехи. Возложив их на голову козла, который символизирует сатану. Итак, как работа будет завершена? Не тогда, когда Христос сказал «завершилось» на Голгофском кресте, но когда мы скажем «это греху». Вам это понятно, друзья мои? Будет ли Христос вечно завершать работу? Нет. Такого не будет. Какие-то люди будут продолжать грешить, думая, что это замедлится, второе пришествие Христа. Но будет остаток, который скажет греху какое слово? Завершилось. И тогда Христос сможет закончить работу. Запишите, друзья мои. Нам сказано в наглядных уроках Христа на странице 69. Христос ждёт. Это одна из моих любимых цитат. Христос ждёт со страстным желанием отражения себя в церкви. Когда характер Христа полностью отобразится в его народе, тогда он придёт, чтобы назвать нас своими. Каждому христианину дана благоприятная возможность не только ожидать, но и ускорять второе пришествие Христа. Как? Сказав какое слово сатане? Какое слово? Наступило время нам дать развод сатане. Дать сатане разводное письмо. Что супруг говорит супруге, когда у них есть библейское основание для развода? Что они говорят? Какое слово? Всё, конец. Что мы должны сказать сатане? Я закончил иметь с тобой дело. Всё, конец. Завершилось. Конец. Иоанна глава 9. И, друзья, у нас немного времени. Иоанна глава 9. Послушайте меня. Кто сегодня выбирает поста сатане разводное письмо? Если это так, поднимите ваши обе руки, друзья. Положите Библии на колени. Аминь. Пошлите Богу слово, друзья мои. Завершилось. Пошлите сатане разводное письмо и помните об этом. Иоанна глава 9. Посмотрите на стих 4. Нашли, друзья? Что Иисус говорит в Иоанне 9 главе стихи 4? Вместе. Что здесь сказано? Я должен что? Я должен делать дела. Все время о работе. Я должен делать дела того, кто послал меня. Пока на речи времени. Пока есть день. Почему? Приходит ночь, когда что, друзья? Никто не может делать. Прошлую субботу я разбирала этот текст. Я хочу поделиться с вами вот чем. Существует большая вероятность того, что вы никогда не видели. И мы изучаем вместе. Библия определяет завершенную работу в контексте этого случая. Был ли слепой Виана главе 9? Слепой от рождения? Аминь. Как Христос восстановил зрение слепому? Скажите мне. Бодрствуйте. Скажите мне, какие три действия Христос сделал? Что Он сделал? Библия говорит. Он плюнул на землю и сделал глину. Запишите слово глина. Три действия. Глину. И что потом Христос сделал с глиной? Что? Там сказано, Он помазал глаза слепого. Запишите. Помазал или помазание. Помазанный. Глина и помазание. Вам понятно? Затем Библия говорит. Христос сказал Ему пойти и умыться в купальне Силаам. И Библия говорит. И человек пришел видящим. Пометьте себе зрение. Три действия. Глина, помазание. И что еще? Зрение. Три действия. Друзья мои, Христос открывает нам завершенную работу. Слушайте внимательно. Под словом помазание или рядом с ним запишите слова Дух Божий. Это Дух Святой. Помазание. Это Дух Святой. И запишите Первое Царство. И снова помазать. Рядом с ним запишите какие слова? Какие? Дух Божий. Дух Святой. И запишите Первое Царство. Глава 16. Стих 13. Библия говорит Когда Самуил помазал Какое слово? Помазал Давида. Пришел Дух Господень на Давида. Помазание – это Дух Святой. Подождите. Подождите. Что пришло первым? Глина или помазание? Что было первым? Участвуйте. Что было первым? Глина. Братья и сестры. Давайте включим свет. Давайте просветим себя. Это завершенная работа. Это три шага были такими же, как во время творения Богом человека. Бог образовал человека из праха номер один. И вдохнул в него дыхание жизни. И человек стал душою живою. Братья и сестры. Мы вместе идем в бытие главу вторую. Это завершенная работа. Три шага, друзья мои. Три шага. Понятно? Три шага. Идем к стиху седьмому. Кстати, я хочу задать вам вопрос. Когда Бог образовал человека из земли, верно? Когда Бог образовал Адама. Следите за мной. Мог ли Адам думать? Нет. Мог ли он говорить? Нет. Мог ли он слышать? Нет. Мог ли он касаться предметов? Мог ли он двигаться? Нет. Мог ли он видеть? Нет. Органы чувств показывают, что есть жизнь. Но что было первым шагом? Богу нужно было образовать. Какое слово? Образовать. И когда Бог образовал его, тогда Бог вдохнул. Мы вместе. Это Дух Святой. И когда Бог вдохнул, тогда человек ожил. Человек стал живой личностью. Душою живой. Живой личностью. Адам мог тогда слышать. Он мог тогда говорить. Осязать. Он мог касаться, чувствовать. Он мог понимать. Что еще? Он мог видеть. Он мог обонять. Слава Богу. У него была жизнь. Ну, пастор. Пастор. В Иоанна главе 9 сказано, что Иисус сделал глину. Бытие 2 глава, стих 7 говорит. Прах. Как мы можем их соединить? Как мы можем их соединить? Он использовал прах, чтобы сделать глину. Потому что Библия говорит, что прах – это на самом деле глина. Идем в Бытие главу 2. Следим внимательно. Бытие глава 2. Посмотрим со мной на стих 7. Какое ключевое слово я давал вам в начале? Видите ли вы слово «образовать» в стихе? Давайте вместе прочитаем. И Господь что? Образовал. Это законченная работа, друзья. Образовал человека из праха земного. И вдохнул в ноздри его, чтобы он мог обонять дыхание жизни. И стал что? Человек живой душой. Хорошо. Какой текст говорит, что прах земной – это глина? Знает ли кто-нибудь? Какой текст говорит, что прах земной – это глина? Как мы будем говорить о законченной работе, если мы не будем обучать этому? Помните том 6, страница 87? Должно быть намного меньше проповедования и намного больше обучения. Вернемся к моему вопросу. Какой текст говорит, что прах – это глина? Знает ли кто-нибудь? Ладно, запишите. Прах – глина. Прах приравнивается к глине. И затем запишите «Дыхание жизни – Дух Божий». Идем в книгу Иова, главу 33. Что мы открываем, друзья? Книга Иова, глава 33. И Библия говорит стихе 6. Иова, глава 33. Нашли, друзья? Иова, глава 33, стих 6. Нашли, друзья? Здесь сказано. Вот я согласна желанию твоему вместо Бога. Прочитайте следующий текст со мной. Что сказано в следующей фразе стиха 6, последняя фраза. Я также… Видите ли вы ваше ключевое слово? Какое ваше ключевое слово? Образовать. Я также образован из глины. Завершенная работа. Я должен творить дела его. Это завершенная работа. Ладно, что из прах? Что из прах? Глина. Какой текст говорит, что прах – это глина? Спасибо. Я просто убеждаюсь, что вы со мной. Что я дальше просил вас записать? «Дыхание жизни». Бог вдохнул в его ноздри дыхание жизни. Что из дыхания жизни? Я говорил вам. Это Дух Божий. Какой текст говорит об этом? Посмотрите на стих 3. Тот же отрывок. Иова, глава 33. Посмотрите на стих 4. Здесь сказано «Нашли?» Здесь сказано «Дух Божий что?» Что все вместе создал меня. Это творение. «Дух Божий создал меня, и дыхание всемогущего дало мне что?» Жизнь. Итак, что из дыхания жизни? Дух всемогущего, Дух Божий. Братья и сестры. Подождите. Образовал ли Бог Адама? Да. Дал ли он ему дыхание жизни? Да. Жил ли Адам в глазах Бога святой и совершенной жизнью? Ну что произошло в Бытии главе 3? Скажите мне. Что произошло с Адамом и Евой? Евой сначала. Что произошло? Была ли она обманута? Выбрал ли Адам грех? Согрешили ли они? Остановимся. С тех пор, как Адам и Ева согрешили, что Бог пытался сделать? Это ваше ключевое слово. Добавьте приставку «пре». Что Бог пытался сделать? Что, друзья? Преобразовать. О, братья и сестры. Преобразовать нас. Вам это понятно, друзья? Преобразовать нас. Преобразовать нас. Преобразовать нас. Преобразовать нас.